Заброшенная страна? Это проект канала по дорогам и лесам. Мы ищем заброшенные объекты, артефакты ушедших эпох, находим их и показываем вам. Нашему каналу еще нет и года, а о нас уже рассказывают СМИ. Это наша экспедиция нашла советские миллиарды в ракетной шахте, и это нас показали в федеральных новостях. На нашем канале вы увидите стоянку списанных вертолетов и оставленную в лесу военную технику, прекрасно сохранившееся убежище ГОО и остатки научного оборудования на заброшенной испытательной базе, а также многое другое. Заходите, смотрите, подписывайтесь. В предыдущей серии мы посмотрели мемориалы воинской славы защитникам Ржева и Великой Отечественной. войне и воинам, павшим в различных конфликтах уже в наши дни. Проездом посмотрели шахтерский город Нелидово, пришедший в упадок в постперестроечных 90-х и залезли на Великолубский вагоноремонтный завод и в бомбоубежище, принадлежащее этому же предприятию. В этой серии вы увидите необычные интересные заброшенные места Псковской области, а также Псковский Кремль и исторический центр Пскова. Псковская область, а также новая архитектурная речка. Оставшиеся от старой усадьбы две башни совершенно необычного архитектурного стиля с красивыми лестницами. находятся эти башни просто посреди села. Примерно посередине дороги от Великих Луг до Пскова, немного в стороне от трассы, находится небольшая деревня Старая Липна, с населением всего 120 человек, по переписи 2011 года. Интересно, что в деревне расположен женский психоневрологический интернат, но не ради него мы сделали грудь по дороге до Пскова. Раньше в этой деревне была усадьба, принадлежавшая знаменитому роду Бринчанина. И хотя их родовая усадьба находилась в далекой Вологодской губернии, в конце 1880-х годов Николай Семенович Бринчанинов стал хозяином земель Псковской губернии, принадлежавших его жене Наталье Алексеевне. В конце 19 века отставной генерал-майор, сенатор и действительный тайный советник Николай Семенович Бринчанинов строит на этих землях усадьбу гора. По своему великолепию и размаху ставший, наверное, самой богатой усадьбой на Псковской земле. В 1909 году сын Николая Семеновича Бринчанинова, Александр Николаевич, пристраивает к усадебному дому две башни, высотой более 30 метров. Примерно в этот же период усадьба получает и другое название – Старые Липы. Вот такая вот винтовая лестница ведет на самый верх башни. Снизу она выглядит еще более необычно, можно даже сказать футуристично. И задержусь на пару минут, чтобы показать саму эту лестницу, ведущую на самую верхнюю площадку башни. К сожалению, сами колонны уже рушатся. Вот это вот третий сверху яруй башни. Он имеет такие круглые окна. Я продолжаю спускаться. Архитектура башни очень необычна. Вот здесь вот, например, хорошо можно видеть, какая использовалась арматура. Башни построены из бетона, а в качестве арматуры использовалась высокопрочная легированная ста. Именно благодаря этому обстоятельству башни и сохранились до наших дней, поскольку в послереволюционные годы усадьба пришла в запустение. А позже, ориентировочно в середине 1920-х годов, была полностью разобрана на кирпичи для строительства других зданий в округе. Железобетон же, из которого были построены башни, никак не мог использоваться для строительных нужд. А просто рушить местным крестьянам не было никакого смысла. Обе башни были идентичны. Имели по пять этажей и две открытые площадки. А дальше, начиная с третьей площадки сверху, по счету сверху, идет уже лестница такая вот в стене башни. Отсюда хорошо видна вторая башня. Похоже, что вторая башня тоже имеет точно такую же архитектуру. Здесь сохранилась кирпичная кладка. Возможно, к стене этой башни примыкала еще какая-то постройка. Вторая снизу площадка башни имеет такой красивый балкон с арочными окнами и колоннами. Вот тут вот видны руины постройки, которая соединялась с башней. Я сейчас отправляюсь в самый низ и сниму это архитектурное чудо уже с улицы. Интересно, что эту башню местность использует под свои хозяйственные нужды. Это помещение на первом этаже, закрыто деревянными дверьми. Рядом с башней сделан небольшой сарайчик, в котором хранятся дрова. В общем, местные максимально утилитарно пытаются использовать эти уникальные постройки. Рядом, в нескольких десятках метров от этой башни, которую мы осмотрели, находится вторая, точно такой же архитектуры. А за этой башней находится водонапорная. Добрались на Горсково. Оставив машину, мы практически сразу оказались в исторической части города, возле внешней стены Псковской крепости. Всего таких стен было пять, но до наших дней сохранилось только три и частично четвертые. В дальнем углу стены, ближе к набережной, находится Покровская башня. Самая большая из башен крепости постройки начала 16 века. Одна из башен крепостной стены расположена практически над рекой, на набережной. Сейчас мы находимся с обратной стороны крепостной стены. Сейчас пойдем посмотрим то, что обозначено было как фрагмент слухового хода. Здесь же находится небольшая церковушка и пес. Пес ты чей? Первым местом, которое планировалось посетить в Пскове, был фрагмент слухового хода в крепостной стене. Но с ним получилось не все, как планировалось. Мы нашли его без труда, а вот внутри оказалось пристанище бомжей. Хотя несколько фотографий сделать удалось. Тут полным ходом идут работы по реконструкции набережной, моста. На другом берегу находится какой-то красивый монастырь. Мы обошли башню. Здесь сохранилась еще часть фрагмента крепостной стены. Башня эта относится к крепостным сооружениям окольного города. Дальше вдоль набережной продолжают идти остатки крепостной стены. И вот так в целом выглядит этот архитектурный ансамбль древних фортификационных сооружений. Оказывается, можно пройти в башню. И здесь, похоже, была какая-то экспозиция. Здравствуйте. А вперед уходят улочки центральной части Пскова со старыми домами. Вот такой вот малоэтажный, уютный, старый центр Пскова. Вот так вот исторические трубы ломают. Типунина. Да. Местный абондунчик. З-залаз. Ладно, у нас пока другие планы. А вот и местный абондунчик, который нас отвесует. К нему подходят остатки крепостной стены. Крепостная стена шла вдоль всей набережной. И вот мы уже на территории, которая нас интересовала. Узалаз сюда достаточно элегантный. От того же это ящик будет. Вот через это технологическое отверстие мы попали в здание ТЭЦ. От здания ТЭЦ остались одни голые стены. Но выглядит это все равно все весьма атмосферно. Ныне заброшенная и находящаяся в ужасающем состоянии ТЭЦ имеет богатую историю. Является объектом культурного наследия. Ее история началась весной 1904 года. С началом строительства паровой электростанции, которая должна была обеспечить электричеством первую трамвайную линию. И городское освещение Пскова. Уже в декабре 1904 года первые потребители были подключены к станции. Попали мы в огромный машинный зал, где находились котлы очевидно. При разработке плана ГОЭЛРО, Государственной комиссии по электрификации России, в Скове было запланировано строительство тепловой электростанции. Проектирование было начато в 1925 году. Строительство новой ТЭЦ развернулось на территории первой электростанции. В 1930 году Псковская ТЭЦ была запущена в эксплуатацию. Скорее всего, это были здесь постаменты для котлов. Здание ТЭЦ – одно из первых построенных в рамках плана ГОЭЛРО, сохранившиеся до наших дней. В период оккупации Пскова немецкими войсками во время Великой Отечественной войны, ТЭЦ стало первым предприятием, запущенным в эксплуатацию оккупационными властями. Среди рабочих станций была создана подпольная организация, саботировавшая работу ТЭЦ, ведущая свою деятельность вплоть до освобождения Пскова. При отступлении станция была заминирована немцами, а оборудование частично разрушено, частично вывезено. Но в результате спасательной операции разрушения, причиненные ТЭЦ, были незначительны. В послевоенные годы станция была восстановлена и запущена в 1953 году. После вхождения Пскова в ленинградскую энергосистему, ТЭЦ потеряла свое значение как поставщик электроэнергии. Но вплоть до конца 1990-х, начала 2000-х годов, продолжала поставлять городу тепловую энергию. В конце 2016 года ТЭЦ с прилегающей территорией была выкуплена по строительству элитного жилого комплекса. Само здание станции предполагается реконструировать под новый ЖК. Сейчас мы в самом центре Пскова, у Псковского Кремля. И первое, на что упал взгляд, когда искали парковку, это очередная Псковская заброшка. Правда, мы сейчас туда не пойдем, там ничего интересного нету, отправляемся мы в Кремль. Вот такой он самый центр Пскова. Опять, похоже, очередная заброшка, хотя, может быть, я ошибаюсь. А внизу, на берегу реки, находится территория Псковского Кремля, куда мы сейчас и пойдем. Очень интересное архитектурное решение. Дом стоит на склоне холма. И в подъезду сделана лестница. А под этой лестницей проход вниз. Псковские Кремль. Стоит на стрелке двух рек. Очень красивый вид. Напротив Кремля находится пешеходная набережная. Непередаваемое ощущение, когда видишь такие крепостные стены, понимаешь, что это очень древние постройки и словно прикасаешься к истории. Под одной из башен находятся ворота, через которые мы и попадаем на территорию Кремля. Перед нами стена непосредственно самого Кремля, называемого еще Кром. Внешняя стена, через которую мы прошли в Кремль, называется Давмонд, ограждающий Давмондом город. Название пошло от имени князя Давмонда, правившего в Псков с 1266 по 1299 годы. Троицкий собор с внутренней стороны Кремля. И дальше территория Кремля. А это центральная площадь, напротив Кремля. Как всегда стоит дедушка Ленин, рядом с одной из церквей. И на фоне торговых видов. Немножко красивых видов на Псков с другого берега. А сначала открывается вид. Снимаю я сейчас вот на нашу, которую мы смотрели первую и остатки крепостной стены. Дальше, прямо по набережной, находится та самая ТЭЦ, заброшенная. И еще чуть дальше, за мостом, самая жемчужина Пскова, Псковский Кремль. Ну а мы перебирались на этот берег с целью посмотреть на совсем обычную постройку руина очистных сооружений старого госпиталя. Вот так вот все это выглядит. Судя по информации, которую удалось найти в интернете, это как раз были очистные сооружения одного из медицинских учреждений ориентировочно начала 20 века. Очень живописная дорога идет от Пскова до Псковской области, до Печор. Там мы планируем завершить наш близстур по Псковской области. Дигом одной интересной речки, которая протекает под Псково-Печорским монастырем. Вот мы и приехали в Псково-Печорский монастырь. И сейчас будем снимать ручей, который протекает под самим Псково-Печорским монастырем. Его древний коллектор. Сейчас мы внутри коллектора занимаемся фотодрочем. Но отснять полностью коллектор на видео мне не удалось. Двигаясь вниз по течению, я фотографировал, планируя снимать видео на обратном пути. Даже не предполагая, что вернуться по коллектору у нас уже возможности не будет. Из-за эпичного палева на выходе из коллектора. Пока я делал снимки возле нижнего портала, находящегося под одной из крепостных башен, напарник уже фотографировал снаружи, находясь в открытом русле возле ворот монастыря. Въезд в монастырь охранялся казачьим патрулем, который и заметил моего напарника. После непродолжительной беседы и фразы, сказанной одним из казаков, что лазать без благословения нельзя, мы были вынуждены подняться на нерв. В итоге все завершилось благополучно, и мы уже по поверхности отправились к машине. На этом, дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Всего вам самого наилучшего. Не забывайте подписываться на наш канал, будет очень много интересного. Не забывайте ставить лайки. Всем пока!